ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Число их растет, и я так понимаю, что и градус протестных настроений они намерены только повышать. Но вот все лист простых людей хорошо осознают, чего хотят они сами и чего, прикрываясь ими, хотят политики и политтехнологи, у которых начинается вообще-то новый политический сезон. Избирательная кампания по выборам президента России, которые состоятся всего через год. Оппозиции надо же на чем-то себя проявлять. Вот плавно и незаметно, но тем не менее неуклонно. Митинги по поводу льгот перетекают в чисто политическую по духу тусу. Потому что против отмены льгот это социально-экономический протест. А вот президента, премьера, губернатора в отставку уже чистая политика, которая не гарантирует ни на грамм возврата этих самых льгот. И думаю, как только народ это осознает, желающих участвовать в подобных перформансах оппозиции сразу станет гораздо меньше. Потому что требовать свое это одно, отрабатывать статистами заради того, чтобы кто-то мог козырять численностью митингов перед СМИ или там своими спонсорами, совсем другое. А желающих-то приписать себе, собирающихся, хоть отбавляй. И все будут же из них уверять, что именно они отмобилизовали народ и имеют на него влияние. Ну уж больно компания разношерстная собирается к пенсионерам, примазались же сейчас уже пиуновцы, КПРФники. В последнее время добавились ЛДПРовцы, адепты Навального. И у всех у них свои политические интересы, кардинально отличающиеся друг от друга. Как будут делить электоральный пирог? Насколько их хватит их терпеть соседства друг друга, при том, что вот, ну, совершенно о разном они поют народу? Вот старенький, но не совсем еще отошедший отдел Валентин Романов, не размениваясь на какие-то там частности в виде льгот, привычно клеймит капитализм и мечтает вернуть коммунистическую утопию. Нашел место и время. Хватит жить рабами. Капитализм для нас неприемлем. Мы обращаемся к советским людям, а вы все советские люди. Да, 26 лет живем в этом строе, где уже снова торжествует эксплуатация человека-человеком. Наш лозунг «Долой капитализм, даешь социализм». Мы требуем отставки буржуазного правительства «Ведведева». Мы обязательно повернем телегу, и колесо истории пойдет на возрождение социализма, и это обязательно будет. А в выступлении представителя Навального, а этот политик, мы же знаем, что на всю голову поклонник как раз капитализма и буржуазного образа жизни, на митинге вообще не было ни слова о льготах, вот ни о компенсациях, ни полслова даже. Для акций в поддержку возвращения льгот это весьма странно, но для них нет у кого что болит. Вот заладила она отставки, выборы, оппозиция, ну поэтому, может быть, и не находят они поддержки у простых людей. Ну, послушайте. Слово предоставляется Екатерине Герасимовне, координатор штаба Навального. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Герасимова, и я пришла сегодня на этот митинг вместе с вами, чтобы уволить Николая Ивановича Меркушкина. Забавно, да? Услышав фамилию Навальный, народ загудел, нам Навального не надо. Наверное, люди хорошо понимают, кто это. А ведь именно этот гражданин в ближайшем будущем и будет пытаться раскачивать лодку власти не только в Самаре, но и по всей стране. Будет пытаться мутить народ на скандалы и протесты, и он в этом будет далеко не один. И тут в Самаре тоже найдутся те, кто ему захочет помогать, если не явно, то уж тайно. А вот на кого у нас рассчитывает Навальный, кто с ним пытается контактировать, не афишируя это, кто ему симпатизирует и берет с него пример, я об этом обязательно в следующих программах расскажу. Народ должен знать своих героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова